Здравствуйте, товарищи! У нас очередной стрим по просьбам трудящихся и вторая глава второго тому капитала, посвященная она круговобороту промышленного капитала. Прошлая глава у нас была круговоборот денежного капитала, теперь мы разберем как происходит круговоборот промышленного капитала, следующая глава будет как товарный капитал обращается. Глава все более и более сложная по сравнению с предыдущими. Почему очень многие товарищи на первом томе останавливаются и не берутся за второй том, потому что второй том гораздо сложнее, он более глубоко рассматривает те явления и процессы, которые мы рассматривали в первом томе. Поэтому пока я буду рассказывать, будет очень много отсылок к первому тому, к отдельным главам. Если кто забыл, что откуда берется, смотрите, пожалуйста, сюда. Итак, круговоборот промышленного капитала. Что у нас получается? У нас постоянно требуется процесс для периодического воспроизводства самого производства, чтобы получить прибыль, нам надо выпустить товар, соответственно, нам нужно постоянно запускать процесс производства, чтобы получать все больше и больше прибыли. Поэтому, так как нельзя взять просто и товары изготовлять без перерыва, их надо периодически, то речь идет именно о периодичности воспроизводства. То есть мы сделали товар, потом продали. Пока мы его не сделали, продать мы его не можем. Ну, можем на самом деле, но это потом уже как-нибудь обсудим в дальнейших главах. Сейчас мы говорим именно о производстве, о том, что мы произвели товар, потом его продали. Какая есть особенность в этом деле? Дело в том, что когда мы производим товар, часть этого товара мы можем сами же употребли, использовать для собственного производства. То есть, допустим, вот если у нас предприятие занимается выпуском электроэнергии, а это же предприятие работает на той же самой электроэнергии, которую она выпускает. Или, грубо говоря, если у нас предприятие выпускает грузовики, но для производства грузовиков надо подвозить туда-сюда запчасти, увозить рабочих, мы эти грузовики сами используем в собственном производстве. Поэтому часть произведенного товара, хотя и используется для самого производства, но, как правило, это очень малая часть. Мы будем пренебрегать, делать вид, что ее не существует, так как погрешность крайне мала. Мы, опять же, про это говорили в первом томе, не будем глубоко останавливаться. Процесс производства и воспроизводства циклов запуска производства, он бывает двух видов. Бывает простой. Грубо говоря, самый элементарный всем знакомый пример. Пошел, нашел яблоко, пошел на рынок, продал, купил два яблока. Одно яблоко сожрал, пошел, второе продал. Купил опять два яблока. Опять одно сожрал, второе пошел, продал. Вот это простой процесс воспроизводства. То есть, когда мы всю прибыль, полученную от нашей деятельности, оставляем у себя в кармане, точнее, капиталист оставляет у себя в кармане и не пускает производство, его наращивание. Кроме простого воспроизводства, есть воспроизводство в расширенном формате. Это когда мы полученную прибыль опять возвращаем в производство. Не складываем, накапливаемся в карман, опускаем в производство. К примеру, у яблоковых, да, нашел ли одно яблоко, пошли, продали, купили два, пошли, продали, точнее, пошли, продали два яблока, купили уже четыре яблока, потом четыре яблока продали, получили восемь и так дальше. Вот этот процесс называется производство в расширенном формате. В главе приводятся подробные формулы, как это все происходит, они разложены, что, откуда, почему идет. Я вас отсылаю книжки, смотрите, там у нас сегодня доски, к сожалению, нету, да, на доске было бы удобно писать, но так как у нас стрим, техника не очень подходит для того, чтобы записывать это на доске, все формулы. Поэтому формулы, товарищи, вам придется изучать самим. Да, да, ну, параллельно еще рисовать, я часто посматриваю за вопросы, не говоря уже о том, что я буду еще рисовать, хотя на толщине почему бы и нет. Итак, запустили мы процесс производства, у нас получился некий товар. Что мы с этим товаром можем сделать? С одной стороны, мы его можем продать для потребления, то есть, когда люди, потребители, покупатели его покупают, и используют, тем самым он выходит из цикла обращения. Бывает товар, который изготавливается не для потребителей, а для других производителей, да, то есть, вот мы, допустим, изготавливаем станки, станок домой почти никто не купит, ну, там, за редким исключением. Станки строго покупают для производства других материалов. Или, допустим, опять же, грузовики, да, мы грузовики вспоминали сегодня. Производим мы грузовики. Ну, обычный рядовой гражданин, как правило, себе грузовик не покупает. Грузовики покупают другие предприятия для производства. Если мы изготавливаем автобусы, то автобусы покупают, опять же, для чего? Для того, чтобы возить людей. То есть, естественно, покупают предприятия. То есть, товары эти производятся не для потребления, а для, точнее, для потребления на производстве. Есть еще одна сторона в этом моменте, что некоторые товары могут накапливаться в виде сокровищ. Когда капиталист опускает товар, но не продает его, а придерживает. Вот он, значит, у него пригодится, да. Ну, можем тоже примеров найти. Вот сейчас цены на нефть, допустим, упали. Что делают производители нефти? Они там какие-нибудь. Контейнеры, ой, я сам, извиняюсь, пардон. После трудного рабочего дня язык заплетается. Нефтевозы заполняют, цистерны заполняют, нефтехранилища заполняют. То есть, на нее потихоньку денег складывают. Как только цены на нефть поднялись, что делают капиталисты? Они берут эту нефть, которую они где-то там сложены, и продают. Так же происходит с газом. Да, заправили судно, перевозящее освещенный газ, да, газовоз. И он стоит где-нибудь в порту. Все равно ему работы нету, по той простой причине, что газ имеет низкую покупательную способность, его не покупает. Как только цена повысилась, этот газовоз едет куда надо, и уже по более высокой цене продает свой товар. Получается, мы рассмотрели, что товар у нас разложился на три вида. Для индивидуального потребления, для потребления в производстве и для накопления, для образования сокровищ. Если у нас товар идет в индивидуальное потребление, то, с одной стороны, у нас, конечно, товар выходит из круга оборота капитала, но, с другой стороны, у нас люди уплачивают за них деньги, то есть, те средства, которые они заработали. Поэтому индивидуальное потребление вынимает товар из производства, но возвращает туда средства. Есть другой пример. С другой стороны, если мы посмотрим, вот какой-нибудь капиталист, он индивидуально потребил в свою собственность яхту, большую яхту. Попал на ней 5 лет, через 5 лет ей стало это неинтересно, он взял ее и продал. Ее купил капиталист более бедный и так далее. Процесс пошел. То есть, в этом случае, хоть и произошел акт индивидуального потребления товара, этот товар все равно потом вернулся в товарообмен. Можно, например, проще, вот все мы едем на машинах, почти все из них бэушные. Почти все из них поменяли двух и более хозяев, двух и более владельцев. Тут же стоит отметить, что товары, вот как мы брали, допустим, с нефтью, или когда они накапливаются, могут приводить к негативному явлению под названием затоваривание. То есть, когда товар скапливается или у производителя у самого на его складах, или у перекупщика. Ну, опять же, не секрет, да, вот у нас есть перекупщики, ездят по деревням, покупают картошку. Осенью пока она дешевая. А потом зимой, когда она дорогая, начинают продавать по более высоким ценам. Этот процесс называется затоваривание, когда товар где-то там лежат на складе. Но, к сожалению, просто так, без каких-либо последствий этот процесс не проходит. Ситуация выходит следующим образом. Если товары где-то лежат на складе, то, что они там портятся, то, что их надо охранять, это опять же мы все обсуждали в первой главе. Забегая чуть вперед до второго дома, товары, товарищи, извините, у нас тут маленькая техническая неполадка в очередной раз. Продолжаем дальше. Следующий этап, да, в кругообороте промышленного капитала, это накопление и воспроизводство в расширенном масштабе. Возвращаясь к товарам, да, что деньги в руках покупателя это средства обращения. То есть, те деньги, которые крутятся в экономике. А в руках капиталиста это сокровище. То есть, если эти деньги накапливаются у капиталистов, он их в обращении не пускает, соответственно, они в него скапливаются, как сокровище. Что такое сокровище, мы рассматривали в первом доме, поэтому поехали дальше. Так как капитал у нас самовозрастающая стоимость, то значит, должна возрастать постоянное средство обращения. Если мы с каждым годом производим все больше и больше товаров, у людей все то же и то же количество денег, соответственно, эти деньги, они не смогут покупать нужные и необходимые им товары. Поэтому количество денег у населения тоже должно расти. Должны быть оборотные средства для обращения. Поэтому какая у нас формула для расширенного производства? Мы берем производство, запускаем, получаем товар и дополнительный товар. Товар штрих. Товар дополнительный со штрихом мы продаем за деньги штрих, то есть мы получаем дополнительную прибыль. И, соответственно, если у нас расширенное производство, то мы вкладываем производство в расширенное не только деньги полученные, но и деньги с прибыли и тут мы сталкиваемся с проблемой накопления денег или накопления сокровищ откуда проблема появляется дело в том что для некоторого производства чтобы его расширить нужны большие капитальные вложения если мы с яблоками рассказывать да ну понятно купил на одно яблоко больше и тут чего продажа у тебя бизнес закрутился есть у тебя завод по производству грузовиков чтобы расширить завод по производству грузовиков тебя нужно второй завод настраивать построить второй завод по производству грузовиков будет стоить сколько и очень много много лет и капиталисту devo снег если Если за один цикл производства у него не накапливается достаточно денег для покупки и расширения производства, он эти деньги вынужден где-то складывать, собирать, то есть делать так называемое сокровище. Сокровище это форма денег, которая не находится в обороте. Чем сокровища отличаются от денежного капитала? Тем, что не лежат. Капиталист накупил долларов, наложил их под матрас, радостно живет. И пока не накопит нужную сумму для расширения производства, он их туда будет под этот факт распада. Это, соответственно, стадия формы сокровища. Но у нас есть обратный процесс, когда сокровища могут перерасти в денежный капитал. То есть, если мы эти деньги взяли, собрали и, допустим, положили в план парт-проценты, то есть деньги уже крутятся в экономике, это оборотные средства, они приносят вам прибыль за счет вкладов, соответственно, вы точно так же выводите их из статуса сокровища в статус денежного капитала. Для денежного капитала мы потом еще обсудим. Сейчас мы получу упомянем такой момент, что, в принципе, мы же не обязательно должны деньги получать, а я бы не кидать их в оборот. У нас есть много других способов для накопления денег, для накопления средств. Можно купить акции, можно купить, вот, Марк с Энгельцем здесь приводит, например, долговые расписки. То есть, кто-то там тебе должен, он расписался, вот это деньги. Ты пошел, когда надо, меняла деньги. У этого способа есть, конечно, свои определенные минусы. Много раз в царевских фильмах встречался момент, да, когда взяли, нашли какое-нибудь сокровище, выкопали там сундук дворянский, царский, по-моему, это в квартике было, да, что выкопали, они сундук открывают, а там одни бумажки, а в бумажках одни расписки, а в долгах. Кто-то должен столько-то денег, это столько-то денег, а этих людей нет, и долги некого уже собрать. Но к таким формам накопления сокровищ приходится прибегать по той простой причине, что денег на всех не хватает. Опять же, мы вот сейчас можем наблюдать современную картину, та же самая ситуация. Энфляция растет, денег не хватает, куда, так сказать, вкладывать средства. Покупают биткоины, да, начинается спекуляция на криптовалюте. То есть, люди пытаются полученную прибыль куда-то вывезти, хоть куда-то. Потому что купить 25-ю яхту, уже ее ставить некуда, зачем тебе 25-я яхта. А производство продолжает приносить прибыль. Больше прибыли, надо куда-то ее что-то вкладывать. Вот они и ищут новую форму. Ну, про это мы поговорим в следующих главах. Сейчас же остановимся только на том, что если сокровища у нас вкладывают в проценты, то это уже получается денежный капитал. Денежный капитал мы рассмотрим потом. А сейчас лучше перейдем к другому моменту, к вытекающему из накопления капитала. Вот капиталист, собирая деньги, складывает их под матрасы. Они у него там лежат. Лежат они не просто так, а на тот случай, что он хочет расширить своего производства и докупить себе еще один дополнительный завод. Но деньги же нужны нам не только, когда мы хотим расширить производство. У нас могут быть всякие ЧП случиться. Наводнение, дождь прошел, смыло полстенки. У твоего завода нужна новая стенка. Или там твой поставщик, ты поставил ему товар, он с тобой не расплатился, а тебе надо зарплату рабочим выплачивать, иначе мне забастовку устроят. Все это очень нехорошо. Всякие несчастные случаи просто мажорные бывают. Поэтому вот эти вот средства, которые накапливают капиталист для расширения производства или в виде сокровищ, они также могут использоваться как резервный фонд. То есть резервный фонд на случай всяких непредвидательных ситуаций. У нас получается такая двойственная ситуация. То есть, с одной стороны, это одни и те же деньги, которые лежат под матрасом капиталистов. Но он может их взять и использовать для расширения производства. Можно использовать как резервный фонд, а может использовать на покупку себе новой яхты. Грубо говоря, вложить сокровища. Или конкретные сокровища. Золото накупить, да, и хранить под кроватом силы не доллара, а уже золото. Резервный фонд, он мало того, что на всякие случаи ЧП возникает, он еще должен капиталистам быть заложен на тот случай, что ты товар произвел, отправил его на реализацию, на продажу. Но пока он продастся, у тебя есть определенное время. Производство постоянно требует средств. Мы опять же рассматривали этот вопрос в первом главе, что какое бы у тебя производство не было, у тебя должна быть крыша над головой, отопление, освещение, аренда помещений, если это станки их обслуживания, охрана, смазка и тому подобное, это постоянно требует денег. И, соответственно, у нас этот резервный фонд постепенно может переходить в стадию оборотного капитала, то есть того капитала, который служит нам только для того, чтобы в эти моменты между платежами засладить концы с конца. И того, что у нас получается, полный цикл производства и круговоротов производства. Мы берем деньги, деньги вкладывают в производство. Производство цикла запускается и производит товар. Товар штрих. То есть товар дополнительный, который не оплачиваем, за производство, которому зарабочrants платили денег. Соответственно, оба товара продаются. И обычный товар, который требуется для оплаты производства и затратных производств, и дополнительный товар, то есть мы получаем деньги на обслуживание и прибыль. вот этой прибыли у нас как раз и есть вариант куда пойти с одной стороны мы можем эту прибыль сложить но тогда мы вооружем главное правило капитализма даже только капитал это само возрастающая стоит если наш капитал пристает возрастать если мы прибыль не будем производства наступа задает конкурент об этом и опять же говорили и в прошлой главе и вообще первом томе поэтому дополнительную прибыль вкладывают дополнительное производство даже тот же пример с я когда капиталист купил я до купил яхту но он объекту потом все равно продал то есть он все равно пустил в оборот он вывел этот товар названием яхта из индивидуального пользования и кинул опять на рынок товаров опять на продажу поэтому капиталист получить прибыли дополнительно покупает на нее дополнительную рабочую силу нанимает дополнительных людей и дополнительные средства производства покупает расширять свое производство покупая станки там заводы что у него там есть блоки и дополнительной skype бобер-шоп и что угодно соответственно у нас получается уже расчиренное производство в В капитале это обозначено производство штрих. Это производство расширенное. Повторяя свой кругооборот, опять пускается производство, дает нам еще дополнительные деньги со штрихом и еще больше. То есть прибыль у нас возрастает еще раз. На этом глава заканчивается. И к следующим кругооборотам производственным мы перейдем в следующих главах, в следующем занятии. Какие будут вопросы? Да, просто про яхту скажем, что один предприниматель передал свою яхту, наигравшись в РПЦ. Это можно считать сокровищным, если она загородочна. Если он яхту подарил церкви, то авто товарообмен у нас не произошло. Соответственно церковь им пользуется на халяву. Дополнительные средства, оборотные средства, которые поступают в экономику, не поступают, то есть ничего не сменилось. Просто яхта поменяла хозяев. Поэтому, да, это сокровище просто переходящее из рук в руки. Он мог точно так же отвечать эту яхту внукам. Ее бы получили внуки. Но жадность капиталистов не останавливает. Они эти яхты опять продают, продают и продают. Посмотрите на какой-нибудь рынок недвижимости в Лондоне. Не знаю, на рынок яхт, на рынок дорогих вещей, которые можно называть сокровищами. Рынок картин, да, знаменитые картины известных художников, которые на аукционах... Словые у них припома. Да, они постоянно в штоке все сокровища делают. Именно постоянно торгуют на аукционах. То есть это сокровище, даже это сокровище, которое капиталист мог бы лично потреблять и использовать для себя, даже такие товары он пускает обратно на рынок, обратно в товарооборот. Поэтому Ван Гог умер давно, картин написал мало, но его картину можно купить до сих пор. Древние замки в Англии, их построили давно, новых нет, но их все равно еще продают и покупают. До смешного доходит, да, у капиталистов так много денег, он может себе купить целый винный погляд, где там стоят вина и коньяки двухсотретней давности. Там столько коньяка и вина, что он этого выпить не может. Физически не может. А денег у него до хрена, девать их все равно некуда. Поэтому, что ему остается делать? Эти бутылки постоянно опять идут на эти аукционы, а перемещать постоянно торгуют. И можно спокойно купить бутылку коньяка времен Наполеона по той простой причине, что жадность к капиталисту с одной стороны побеждает, с другой стороны ему деваться некуда. Мы это опять же обсуждали в предыдущих главах. Капитал должен постоянно возрастать, поэтому он этот коньяк пускает опять на рынок. Да и выпить столько коньяка, капиталисту тяжело, хрустанет. Вино нельзя по бокалу, оно будет выдыхаться и коньяк тоже в бутылке продают. Но тем не менее. Тут получается вся сама схема диалектичная. Почему мы говорим о диалектике? Потому что к любому вопросу мы как ни подойдем, мы видим двойственную природу. То есть сокровище. С одной стороны это сокровище, которое у тебя дома хранится, висит картина Рэмпорт на стене. С другой стороны это товар, который ты можешь всегда продать и пустить в оборот. А с третьей стороны эта картина пока висит, она поднимается в цене. Она все дорожает, дорожает, дорожает. И соответственно ты ее все больше и больше можешь продать. То есть это затоваривание. То есть одна и та же картина физическая, а мы на нее смотрим диалектично и видим, что у нее очень много свойств и способов применения. Что она может быть использована и так, и это, и это. У нее может быть такая роль, такая, такая. А буквально завтра советская власть вернется, все эти сокровища будут национализированы. Что эта картина превратится? Ни в сокровище, ни в капитал. Вообще над деньгами никак не будет связано. Это будет культурное достояние, которое будет висеть в музее для того, чтобы ей любовались. То есть для чего, собственно, картина и служит. Для того, чтобы это вложение денег или там способ ухода от налогов, способ сохранения денег, сбережения денег, способ приобрести сокровища нет. Это произведение искусства, которым люди должны любоваться. А в рамках капитализма у нас это все, что угодно, но только не предмет для любования, не для красоты. Отличность виления всего и все. Да, да. Опять же, почему вот эта глава очень тяжело воспринимается. Здесь авторы очень методично. Каждый пункт, каждая вещь рассматривая, ничего не упуская, ничего не игнорируя, полностью отображает всю картину и анализирует полностью всю картину. Пуская ни одного момента. Да, то есть, опять же, как мы говорили в самом начале главы, у нас был момент, что часть товара производитель использует для собственного потребления. Ну, грубо говоря, да, если у вас плярная мастерская, вы торгуете мебелью, зачем вам идти в магазин и покупать мебель, выучит табурет, и вы сами себя обеспечиваете. То есть, даже этот момент, да, в книге рассмотрен, но говорится, что, извините, это такая малая часть, и не все этим пользуются, потому что хорошо табуретки ты производишь, а если у тебя югулярная мастерская, что ты будешь по 10 колец на каждом пальце носить? Нет. Там почти весь произведенный товар уходит в оборот. Ну, у меня, допустим, был случай, что заходил в пекарню, и там у одного сотрудника в годы дня рождения, так он просто буханку хлебу подарил. Ну, тот же вариант. Ну, опять же, это такая малая доля толика, что автор предлагает, что такими моментами можно не принять печь. А так, сугубо сухая научная работа, которая подходит дотошно к каждому моменту оборота производства. И поэтому, считай, тяжело, опять же, это не развлекательная литература, это все-таки научная. Поэтому как-то так. Продолжение следует...